Шла десятая минута встречи. Многие болельщики еще не успели толком усеться по местам. Как случился гол? Футболисты ЖТСУ разыграли мяч в центре поля. Серик Сагандыков убежал на рандеву с голкипером и выкатил мяч на душа Носавича. И тот забил уже в пустые ворота. После пропущенного мяча шимкенские футболисты активизировались. Сначала Филипп Касалица, после передачи с правого фланга запоздал с ударом. После нескольких минут у сербского нападающего была еще одна отличная возможность отличиться, но девятый номер орда басы с 10 метров пробил выше ворот. До конца первого тайма счет так и не изменился. Нет, ну что за игра? Неинтересная, скучная, неудовлетворительная по результатам. Впереди еще один тайм, но с такой атакой, как сегодня, нам ничего не светит. Слишком много брака впереди, а когда что-то получается, подводит реализация. Защита оставляет желать лучшего. Хочу сказать, Бахтиар Басиитов в бытность был хорошим игроком, но как тренер у него ничего не ладится. У орда басы нужен новый наставник, который перезагрузить игроков придаст новый импульс. После перерыва шимкенцы больше владели мячом, чаще били, но опаснее атаки были у гостей. Перестроить игру Бахтиар Басиитов пытался заменами. Безрезультатно. Таким образом, Жетусу одержал третью победу подряд и с 15 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У орда басы, потерпевшего пятое поражение в сезоне, осталось 20 баллов. Болельщики шимкенской команды недовольны не только нынешним результатом, но и вообще игрой хозяев в поле. Тифози хотели бы устроить встречи с руководством южного клуба.